Итак, это анализ рынка 20 декабря 2022 года, время 7 часов 15 минут по МСК. Рыночный фон на сегодня такой ази в минусе, фичи США ЕС в минусе, не в минусе. Фон на утро негативный. По индексу МВБ вчера уровень ЕМА 9 диапазона 2140 пунктов отработан. Второе, индекс РТС вошел в лютую фазу перепродности. Вчера я по ним публиковал ряд идей, как на наших бесплатных ресурсах, так и на наших закрытых, то есть платном телеграм-канале в том числе. В принципе, у кого было желание, тот отработал данный отскок. Но это был вчера не более чем отскок внутри дня. По РТС на фоне снижения цен на валюту я ожидаю дальнейшего подъема к тем сопротивлениям, какие я вам озвучу в этом видеоролике. Сегодня, кстати говоря, будет отсечка акций компании Лукоил, дивидиона отсечка, примерно на 793 рубля. Поэтому по утру ожидаю открытия этой акции гэпом вниз и падение ММВБ к уровню 2110-2120 пунктов. Отработка вчерашнего свечного шапанного. Помните, что чем ниже рубль, тем выше валюта, соответственно, выше выручка экспортеров. И на этом факторе участники рынка позитивно отражают свои ожидания в адрес потенциальных будущих дивидендов, в адрес роста котировок, в том числе акций компании и прочих. В духе, что из года в год у нас на рынке отражается. Чуть позже на индекс РТС мы с вами перейдем. И ММВБ в том числе. Сегодня акции компании Лукоил рухнут на почти 800 рублей. То есть на 793 рубля. И выплата будет в один день. То есть завтра будет уже диво отсечка. То есть попадание акционеров в реестр. А сегодня, если не ошибаюсь, сегодня, не завтра, именно сегодня, дивгэп. Хотя, признаюсь, сейчас могу ошибаться, потому что раз на раз не приходится. Но в любом случае по барабанам. Я все к чему клоню? К тому, что когда эта акция сильно отсекется, в дивидендной отсечке на 800 рублей, в первую же минуту торгов я в нее буду залетать. Потому что рубль упал. Экспортная выручка Лукоила растет. Третье. У нас будет гигантский лютый огромный дивгэп на 800 рублей. Который, как минимум, в первый же день-два он, скорее всего, закроется наполовину. И на этом движении, с точки зрения спекуляции, я был бы не против эту бумажку отработать. Поэтому посмотрю сегодня поутру. В принципе, если сегодня будет отсечка, то шикарно. Если завтра, то плевать. Все равно. Идея актуализирована будет. Но лично мне, как вам, я не знаю. Поэтому по Лукоилу, как я понимаю, открытие будет в такой ситуации гетто на уровне 3.900, либо 3.800. И тут будет такая сигматическая дыра. Это будет позитивно. Это будет очень позитивно. Как минимум, от уровня гэпа, хотя бы процентов 10 в ближайшее время, на отскоке, можно будет сделать. По крайней мере, это в рамках моих стратегий. Как будто у вас стратегия, мне честно говоря, как-то по барабану. Тут тоже сами решаете. Далее индексом МВБ. Здесь картина следующая. Цена ожидаемо вышла из треугольника вниз. О чем я говорил последний месяц. Это первое. Второе. У нас вчера отразился свечной паттерн. Видео такого гигантского шипа, который, я полагаю, сегодня должен быть уже отработан. Это второе. Третье. Здесь по ММВБ мы вчера уровень 240 отработали вблизи ЕМА-9. В принципе, здесь необходимо будет еще отработать уровень потом этого треугольника. То есть отскочить и повалиться еще ниже. То есть картина, в общем-то, она прежняя осталась. Тут ничего нового добавить пока не получится. Так как тест формации двойное дно еще себя вообще ни хрена не отработал. Отрабатывать будет только снизу. Примерно вблизи уровень 2000 пунктов. По фичу на ММВБ ситуация плюс-минус та же самая. Тут у нас будет в скором времени отскок и дальнейшее падение. Далее индекс РТС. Здесь картина следующая. Какая именно? А. Перепродность по RCI. Б. У нас скоро будет здесь такой хорошенький, смачненький отскок. Не думаю, что прям к уровню ЕМА-9. Сомнительно, потому что пару рублей доллара она сильно не упадет. Как бы, кто бы во что не верил из толпы хомяков, которые сейчас верят в доллар все равно по 30. Вот. Поэтому к уровню хотя бы, к уровню 1000-30-1040 цена отскочит. И полетит еще ниже. Ну, в общем, исходя из того, что я озвучил в воскресенье, что я озвучил вчера, картина, в принципе, прежняя здесь остается. Потому что рубль-доллар откатится на 65-64 в рамках текущего налогоперода, который сегодня начался уже. Это первое. В рамках его перегретости. Второе. Откат 64-65. Потом цена пойдет на 70 с плюсом. Так что здесь по РТС тоже будет такой локальненький отскок ценовой с дальнейшим падением. В общем, вчера я опубликовал также идею на нашем телеграм-канале. Бесплатно телеграм-канале. Биржевика акций РФ и США. Валют теханализ. Вот. Идейка была по фьючам на РТС. И пару рубль-доллар на 15-м графике. О том, что РТС отскочит и рубль-доллар он локально упадет. Ссылку на него можно найти в описании под каждым видеороликом. Там в первом пункте телеграм-канала, в пункте А телеграм-канала про рынок акций. Там все мысли, аналитики, теханализы. Некоторые мои публичные трейды публикуются. Но в основном я торгую в рамках нашего платного телеграм-канала. Поэтому с условиями входа, вступления в платный телеграм-канал я вам рекомендую ознакомиться. Также на нашем бесплатном телеграм-канале. Вот в этой графе. Закрепленное сообщение. На него кликайте и с условиями ознакомливайтесь. В общем, про РТС, думаю, картина в целом для вас ясна. По фичу на РТС та же самая шляпа. Перепроданность, валюта будет падать. Локально не шибко сильно, но и не критично, но локальненько упадет. Отсок у нас будет к уровню примерно 102-470. Потом РТС по торгуцу им одет и полетит еще ниже. Так что особо губы раскатывать не стоит и цели все равно остаются ниже. Далее пара рубль-доллара. Кто бы как что ни говорил, кто бы как ни говорил, что вот сейчас, подождите, доллар будет по 120. Ну да, конечно, по 120. Товарищи Диткович, а вы с какой психбольницы сбежали? Адресок дайте, пожалуйста, я вам неотложку вызову. 120, серьезно, при текущей перегреться, при RCI по 87. Ну да, конечно, 120, неизбежно, это же космические цели. Если говорить серьезно, то здесь у нас будет ценовой откат на область поддержки уровня Яма-9. На этом факторе РТС и локальненько подрастет. Вот такая параллель, такая продолжительность. Но, внимание, после этого локального отката на Яма-9, да, у нас RCI немножко сдуется, откается в область нормальных экстремов, и потом доллар поет еще выше. Тут будет тупо тест треугольника бывшего, ну пробитого, ранее пробитого. Ну и куда-то вот к области сопротивления 75-77 доллар у нас пригодит. Это будет плюс для российских экспортеров, плюс для российского бюджета. Но, соответственно, где-то здесь баксы должны торговаться. Вот, буду ли я с нашей редакцией продавать валюту на этом эшелоне 75-77? Даже вблизи, может, 80. Надо будет подумать, надо будет подумать. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, валюта вообще пригодится какой-нибудь для заграничных командировочных поездок. Так, всякое бывает, надо думать. Но в остальном вышестоящий уровень пока еще маячит. Ну и локальный откат тоже получим. Пусть еще пойдем еще выше. Хотя, признаюсь честно, так и сокровенно говорить, я был бы жутко не против, если бы бакс пошел бы сразу буквально на 75-77, на 80, да, вот прямо здесь, сейчас, вот прямо сегодня я прям был бы очень рад. Потому что вот, поверяя валютную позицию, я бы сбагрил сразу бы в рынок, да, там бабки бы с нее бы все взял, сливки в прибыль. И перезашел бы потом нападение. Но это мои хотелки не более чем, поэтому будем идти в корреляции с техникой. Что касается фьючерса на доллар, здесь картина следующая. Следующая, по-моему, торги уже открылись, да, 7.30, 7 часов фьючерса открывается, да. У нас вот уровень Яма-200, а основное сопротивление 68900 пунктов. Поэтому от этого уровня будем падать куда-то к уровню Яма-9, 65500. И потом пойдем на пробой Яма-200 к диапазону, ну, примерно куда-то вот сюда, 80 тысяч пунктов. Это мартовский фьючерс. Пампят ли его инсайдеры, ну, валюту эту, я в этом сомневаюсь. Потому что вчера я тоже прочитал ряд, 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 ряд телеграм-каналов, форумов. И народ там конспирологи начинает по себе настроить, мол, типа, пампят инсайдеры, что-то будет, кто-то знает, кто-то не спит. А почему так уверенно? Я вот не понимаю на самом деле. Я неоднократно говорил, что центральный банк вырубил печатный станок. И на фоне роста рублевой массы будет расти инфляция. Инфляция будет давить на валютные курсы. Что мы и получили на выходе. Кто-то что-то знает? Ну, не знаю. Не уверен. Тут скорее сработал эффект макроэкономики и биржевого механизма. Макроэкономика это запущенный рублевой печатный станок и биржевый механизм с шорты. Ну, вчера выносили, например, шортистов, да, когда валютная пара росла там на 5-6% вот на этой свечке. Те, кто, эти идиоты, которые верили в доллар по 30. Типа, вот сейчас упадет, обещаю, не обещаю, я уверен, не уверен, уверен. Отрицательно уверен, типа, можно так сказать. Ну, да, конечно, только знаете, чем еще главная проблема? В том, что армагеддончики, хомяки и долбоящеры еще не вышли на подиум, на тот самый подиум, на котором они будут говорить, что доллар будет по 120. Они выйдут где-то вот здесь, вот где-то на 80 с небольшим, они выйдут. И когда они здесь вот выйдут, здесь выйдут, да, вот тогда надо будет об этих дебилов распродаваться, потому что эти дебилы, они, они патологические олигофрены. Потом эти дебилы будут говорить, что доллар будет по 200. Некоторые вообще выросут доллар по 600. Я тоже технические разметки, картины, как, блядь, картинки некоторые видел. Вот, на одном сайте. И я так думаю, черт, мужики, что вы курите там? Неужели вы балуетесь иголочкой? Какие же вы шелуны все-таки, а? Мать вашу. Далее, пара евро-рубль, та же самая картина, у нас будет откат ценовой на Яма-9 69 рублей, 68 рублей, с дальнейшим выходом еще выше. Ну, примерно к диапазону 80 с плюсом. Так что, готовьтесь. Просто готовьтесь. У кого имеется валютная позиция, ну, смотрите, при желании, в принципе, если вам прибыли достаточно, да, исходя из того, что я говорил ранее, можете зафиксироваться. Если вам прибыли недостаточно, можете держать, но покупать валют на текущем уровне, я считаю, это уже упущенная возможность. Просто надо было раньше об этом думать и не более чем. Далее, пара евро-рубль. Здесь тоже будет откат на Яма-9 940 и с дальнейшим выходом, проходом, заходом на импульсное восхождение к уровню 12. Ну, примерно 1150, дефис 12. Ну, где-то на этом эшелоне я бы юанчики и начал продавать. И фиксируя по ним несколько десятков процентов прибыли. Почему бы и нет? Хотя не исключаю, что юань может быть и выше. Гейм будет на уровне даже 13 рублей. Ну, как самый край. Не шибко высоко, но и не шибко низко. Да, линекс доллара DXY. Здесь мне добавить нечего. Мои мысли остались прежние. Здесь формируется некое подобие закругленного донышка. Гетсона будет торговаться. Вот так вот как-то. И выходите выше на высшитающие цели. Соответственно, чем будут давиться цены на металлы, цены на сырьевые рынки и так далее. Прочее по списку. Просто учитывайте, что давление DXY будет осуществляться на... То есть, рост DXY это равно давлению на рынок нефти, рынок газа, рынок металлов. Соответственно, падение рынка нефти равно продолжению девальвации рубля, продолжению кипиша в экономике и прочего в этом духе. В рамках пока текущего мирового финансового кризиса. Но здесь техническая картина прежняя. Честно говоря, я задолбался уже переповторяться, но переповторюсь. Цель 75. Я ее там ожидаю. Нефть я здесь планирую, вероятнее всего, прелонговать на этой лонговой области. Вот. На отскок. И пока не более чем. В остальном я пока к нефти не притрагиваюсь. Я о нефти только думаю. И ничего более с ней не сопровождаю. Далее природный газ. Здесь картина следующая. По газу здесь закрыли вчерашний гэп. В принципе, о чем говорилось вчера еще на анализе рынка. И цели остались прежние. Примерно 5.50 это первая цель. Ниже цели еще есть 5.20 и 5.00. В общем и целом, я не вижу смысла бежать и лонговать этот инструмент. Я не вижу смысла как-то уповать на его рост, на его отскок. Будет на лонг области, окей, не вопрос. Я его там в лонгану. Не будет на лонг области, окей, не вопрос. Я дождусь его лонг области и я там его лонгану. Все. Истина в последней инстанции. 5.50, 5.20, но самый край 5.00. Далее золото, серебро, платина, палладий. Медь я не буду рассматривать, не хочу. Золото. Ай, господи. Дарифует, задолбал их, честно. Вот. Клин. Портарухов за пределами клина идет. Ингсбаксы будут расти, золото будет падать. Картина прежняя. Серебро, та же самая картина. Винксбаксы будут расти, серебро будет падать. Платина уже канал пробил. То, о чем я говорил вам неоднократно по формации. Тройная вершинка здесь имеется. С основанием в диапазоне 930-940. Цели ниже. Палладий. Скоро мы здесь увидим фазу отскока. Но, повторюсь еще раз. Нижестоящий уровень 1600 не отработан. Только от этого эшелона я бы и ожидал отскока цены. Да, на Палладий. В рамках его критической ценовой перепродности. Просто надо помнить, что еще Ингсбакс не начал расти. Поэтому Палладий только-только в первой фазе своего падения. В общем, с Палладием будьте аккуратны. Все те, кто верит в Палладий, вы прям опасны, ребята. Ну и что касается золота-рубль. Ну, постепенно идет к 4000 пунктов. Так что тоже перегрев довольно массивный. Ну, думайте сами, что вам делать. Просто думайте сами. Далее, биткоин и эфириум. Вчера отработали ниже стоящий уровень, который я обозначил в воскресенье. Который я обозначил вчера на анализе рынка. 16200. Пока будем торговаться в диапазоне Ямай-9. И принимать торговые решения здесь, в принципе, не стоит. И не надо пришать впереди паровоза. С теми мыслями о том, что вот, подождите, сейчас биткоин полетит на 40 тысяч. Сомнительная у вас перспектива, товарищи. Сомнительная иллюзия. Я бы на вашем месте подумерил пыл, заколбасил бы себя в кандалы. И, будучи зверем в цепях, я бы на вашем месте просто дергался бы на месте. Не более чем. Ну, а при это время вы кандалы из себя собьете. И купите, естественно, биткоин с целью роста на 40 косарей долларов. Но до этого времени нехрен шевелится. Индекс бакса еще порастет. Вот. Истинно последняя инстанция. А что касается биткоина. По эфириуму та же самая картина, Ямай 9. Так что, пока торгуемся здесь, пока дарифуем здесь, пока ничего не происходит. Поэтому, пока что имеем, то имеем. Что касается этих смп500. Здесь ниже стоящие цели грамотно, твердо, четко. А главное, с таким тотальным медвежьим настроем отрабатываются. Первая цель 37.50. Вторая цель 35.00. О падении смп500 я еще говорил, когда он торгался при паттерне восходящий клин. В конце ноября, начале декабря. Ну и с момента прогнозы уже жахнулись на почти 8%. Я все это веду к чему? К тому, что покупать фьюч на смп на этом уровне, ну, как-то так себе занятие, если честно, не стоит. Цели ниже. Даже по фьючу 30... 380, дефисом 378 пунктов. Поэтому, повторюсь, здесь бежать впереди паровоза противопоказано. Паровоз железный, сооруженный из стали. А вы... А вы звездная пыль. Вот так вот. Думаю, аналогия ясна. Не надо играть против ФРС и все. Даже до такой хорошенькой фазы отскока по СНП, цели все равно остаются ниже. По крайней мере, я ее жду ниже и там будут принимать торговые решения. Вот так вот. Что касается некоторых акций Российской Федерации, начну я, пожалуй, с софта, точнее, Сегежа. По этой бумаге я опубликовал свои мысли, по-моему, 13 декабря 9.09. В данном по Сегеже теханализе на график на нашем телеграм-канале биржевика акций РФС США валютных теханализов официальный канал. Ссылку на него можно найти в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала и в пункте телеграм-канала про рынок акций. В принципе, цели по Сегеже прежние. Это 4,80 и дефис 5 рублей. Почему? Ну, во-первых, а, перепроданный RCI был. Во-вторых, б, в принципе, валюта наконец начала падать. Да, ой, извиняюсь, рубль наконец начал падать, валюта начала расти. Это плюс для таких компаний, которые занимаются экспортом. Сегежа, между прочим, тоже пока еще занимается экспортом. Поэтому цели понесутся прежние. Это пробой ямадевятый, выход на 4,80 и дефис 5 рублей. В общем и целом, тут мысли прежние. По магниту, наконец-то, переходим в еще одну лонг-область. В виде отработки полного паттерна, двойная вершина. Все равно находятся долбоебы, которые в комментариях пишут. Откровенно называю вас такими словами. Потому что вы действительно два плюс два не сложите. И действительно уши у вас на жопе. Те, кто при девке такие пишут, что мы... Я сижу в магнете, я не успел его продать, когда Михайлович заработал свои грябаные полтора процента. Я че, должен перед вами отчитываться, что ли? Я че, должен, блять, перед вами... Стать на колене и сказать, прошу простите меня, родные мои. Уволяй, блять, про я не справлюсь. Нет, такого не будет, поверьте. С вами договоры не подписывались, с вами оферты не заключались. Поэтому ваши бабки-то ваши бабки. Мои бабки-редакции наши, это бабки уже наши редакции. То есть коллективный оборотный капитал. Мы лишь озвучим свои мысли, свои трейды и непосредственно макроэкономическую подоплеку на всем рынке. Я еще раз озвучу. На этом движении нашей редакции отскок поймала по магниту. Туда на перепроданности залонговали, на перегреться, на Ямай-9 продали. Те, кто продать магнит не успел, я хзачу вам делать. Если у вас риск-менеджмент соблюден, как я и обучаю в рамках основ биржевой торговли, то, соответственно, париться не о чем. Можете просто-напросто взять потом магнит и усреднить. Но если вы бабахали вчера все свои деньги в этот эмитент, а такие, поверьте мне, в большинстве своем все равно имеются, которые и в ЮЧ на все бабки покупают, и акции на все бабки покупают, и, соответственно, опционы на все бабки покупают, забывая про то, что там есть кредитные плечи, забывая про то, что и кредитные плечи имеются во фьючерсах, и потом они еще покупают акции на все свои деньги, плюс на кредитное плечо. Ой, поверьте, таких долбоебов очень много. И я не боюсь называть их долбоебами, потому что они тупые, сука. С большой буквы тупые. И, поверьте, мне их жизнь этому не научит, рынок их этому не научит, потому что они будут тупить, тупить, тупить. Почему? Потому что они лудоманы. А это уже синдром, это заболевание, это психологическое расстройство, это азарт, это самая настоящая игрофилия. Поэтому, надеюсь, у вас, кто в магните остался, надеюсь, у вас тут, если мы можем, соблюдено. Ну, а я озвучу опять свой трейд, будущий трейд. Жду снижения магнита примерно к области 4200, на такую тотальную перепродность. RSI уже по спину входит в эту перепродность. Ну, и, соответственно, к этому уровню, где-то я готов его злонговать. До YMA 9 на отскоке. Зарубить с него 4,6% и эту бумагу потом распродать именно там. А на торговле пока еще в нисходящем тренде, поэтому отскоки ловить, в принципе, мне самое оно. Потому что торговый полагритмический стартей, который неоднократно я презентовал на основу биржевой торговли, и, соответственно, она себя полностью окупает. Софтлайн тоже, в принципе, бумажка, мне это интересно. Почему бы нет? Но для начала ожидались проторговочки в диапазоне, ну, плюс-минус 90-93 рубля за акцию где-то здесь. В этом примерно райончике. Не более, не менее. Далее акции компании АФК-Стема, Алроса, Озон и ВК ночная с заднего ВК. В принципе, бумажка интересная, да, она интересная, но цель падения прежняя. 410 рублей за акцию как минимум. Не принимает тут никакого торгового решения. Озон та же самая шляпа. Цели снижения находятся примерно в этом уровне. 1265 тоже. Принимать решение, я считаю, рано. АФК-Стема здесь тоже. Идет тест двойного дна, ну, примерно где-то на области 11 рублей 20 копеек. Мы получим тотально фатальную перепродность. Мы получим уже тотально фатальный приход на уровне серьезных поддержек. И получим потом тотально фатальный отскок. К уровню ЕМА-9 все. Но пробьет ли ЕМА-9 при текущем раскладе рынка, я в этом сомневаюсь. Не более чем отскок. И все. Так что жду эти бумажки пониже. И принимать решение тоже буду, исходя из тех алгорненьких, я вам сейчас озвучил. По лросям. Да, компания-экспортер. Но нижестоящие шипы еще, я думаю, предстоит этой бумажке отработать. Ну, примерно в диапазоне 57-59. Поэтому принимать торговые решения я лично планирую. Где-то от этого эшелона, ну, плюс-минус на 4-5% ниже текущего уровня. По крайней мере, там я к этим бумагам присмотрюсь и обдумаю. Возьму, не возьму, не возьму, возьму. По ситуации буду смотреть. Далее компания Русал. Мечил-Распадская. Начну я, пожалуй, с Мечил. И здесь тоже цели остаются ниже. Ну, примерно, где бы я готов был рассмотреть бумагу, 92 рубля, 85 копеек, даже 93 рубля. За акцию. На отсок Яма-9 и все. То есть, принимать торговые решения сейчас я не вижу никакого смысла. Это очень тупо, это олигофренично. Это очень дико, на мой личный взгляд. По Распадской, про того еще, ожидая в диапазоне 213-210. Тут я тоже готов бумагу это рассмотреть. Но единственное, что меня напрягает, это ТРСЯ. Ни херна, оно еще не перепродано. Поэтому принимать торговые решения здесь и сейчас, у меня оно, честно говоря, как-то и не всралось. Русалу. По Русалу, в принципе, боковик продолжает активно пилиться в диапазоне 37-45-39-80. Поэтому, черт возьми, здесь принимать торговые решения тоже не надо. Ну, а если у вас конкретно руки чешутся и вы уверены в том, что Русалу вслед за девальвацию рубля будет расти, то можешь, конечно, преланговать, но нужно ланговать его со стопом, со стоп-лоссом. Но я лично против данной авантюры, против данной инициативы. Далее акции Сургут-Нефтегаза, Обычка и Прев. Здесь картина ровно следующая. Доллар вчера вырос, рубль упал. У нас как бы традиционно, ну, не всегда сказать, а довольно часто. За валютой, за ростом валюты следует рост Сургут-Прев и Сургут-Обычай. Но будет ли в данной ситуации такая картина распространяться, эти бумаги, сомнительно. Почему? Учитывая, что рынок стал малоликвидным, учитывая, что сейчас рынок отрабатывает все возможные несчастающие паттерны, свечи, да? Блин, у нас остались тут орда свечей, теняет свечи, какие необходимо еще отработать. А это охрененные, сука, забыл, что я хотел сказать-то. Это охрененные маячки для спекулянтов. То есть, в идеале, Обычку Сургут можно рассмотреть на уровне 20 рублей 50 копеек. Вот здесь я и готов, в принципе, рассмотреть ее. Но, блин, брать вот здесь и ожидать от этой бумаги светло будучием, мол, ну, вот доллар упал, сейчас, вот, фу, рубль упал, доллар вырос, сейчас бумага вырастет. Ммм, нет, не уверен. Сургут, Прев. Ну, то же самое, цель вот здесь осталась. 24.15. Поэтому, да, ожидаю снижения к этому уровню и там готов буду опять же рассмотреть. Но, повторюсь, принимать торговую шине здесь, сейчас, вот, при текущем раскладе, что-то как-то сомнительно. Ну, подводя итоги анализа рынка, сейчас уже 7.55. Здорово, что удалось записать видеоролик до 8 утра. 8.10, 8.15 будет уже выложен на Телеграм-канал, ВКонтакте, Яндекс.Зен и на Ютубе. Так вот, мыслим о прежней. Рынок российский перепродан. РТС, да, жду отскоков по РТС, жду локального отката по ММВБ с дальнейшим отскоком опять верхний МА9. Вот, жду локального отката пары рубль-долларов. Но это опять же не более чем откат, потому что меня вчера попытались взять за язык некоторые подписчики. И с такой, знаете, передявый, что Ага, Михалыч, но доллар будет падать, падать, верно, он будет падать. Он будет точно падать, ты же говорил, ты же сказал. Да, конечно, он локально снизится краткосрочно в рамках текущей недели. Но потом цели выше. И я свою среднесрочную подвину не сдаю. Нахрен мне ее сдавать, если я ее могу там продать, на верхах. И заработать с этого лям рубляй. Почем, а нет? Как на золото рубль? Поднялся, перевернулся, продал, перерабулся. Нормалек. Ну ладно, такая была сатирическая нотка с таким легкой примесью. Перчинкой сарказма. Не более чем. В общем, картина, в принципе, прежняя. Поэтому как-то ее разбавить медовыми помоями, к сожалению, не приходится. В общем, какие мои действия на сегодня. Я посмотрю, как будет торговаться Лукойл. Честно говоря, я хз. То ли сегодня, то ли завтра. Потому что одни пишут инвестсоздание, что сегодня будет ДИВГ, другие пишут, что завтра. Как бы по факту, я не знаю. По ситуации будут смотреть. Если сегодня Лукойл упадет на 800 рублей, я в него как пулю буду влетать сразу. То есть сразу взял, купил и пошел на полузакрытие ГЭПа. Может быть, удастся заработать 10% на отскоке прям за одну торговую сисию. Было бы неплохо, поверьте. Потому что девальвация рубля также позитивно влияет на выручку Лукойла. И участники рынка это прекрасно понимают. А с другой стороны, индекс РТС. Тоже, думаю, его преланговать к варианту. Вот, с высшедшими целями. Как раз кинофакторе снижение пары рубль-доллар. Курн 6.465. РТС у нас и порастет. В общем, в принципе, идеи по рынку есть. Одно, второе. Вот, вчера тоже неплохо так поторговал я. В рамках утренней торговой сессии. Но в остальном будут смотреть по ситуации. В общем, картина пока обыденная. Рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы. Наш первый пункт. Телеграм-каналы. Пункт А. Телеграм-каналы про рынок акций. Пункт Б. Телеграм-каналы про сырьевой рынок. В. Облигации. Г. Банковский сектор. Сектор недвижимости. Также у нас имеется в Канта-группе. И Яндекс.Зен. Вообще рекомендую вам прям с лету сбоку припеку в эти каналы влететь, подписаться и употреблять тот самый экономический контент, который помогает принимать верные решения в рынке. Но я думаю по валютному рынку и те, кто принял решение в пользу покупки баксов, юаней и евро, они сейчас, элита общества, подтирают свои рукавички. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии, наши главные союзники. Опять же, не обещаю, не обещаю, но, но, постараюсь сегодня записать ОБТ, основу биржу торговли. Потому что я вчера, когда начал этот видео записывать, да, я до этого записал еще два видеоролика, плюс еще активно галопирующий бешено поторговал. И уже в три, в четыре часа, четыре часа дня я просто как маринованный огурчик сидел, думал, Ну поскорее бы девять вечера в кроватку лечь и уснуть, до пяти утра следующего дня. Да, поэтому до трех часов дня постараюсь основу биржу торговли записать. Просто высасывать силы, вся эта систематизация, будь здоров. Да, непросто, однако. Всего вам доброго, удачных торгов и до свидания.